Хочешь выиграть новый танк? Не ленись, торопись, крутанируй ветку, чтобы пополнить свой ангар новой техникой. Выполни 5 простых заданий, получай бонусы и участвуй в бесплатном розыгрыше. Заходи и играй на whatshop.net Всем привет, друзья, с вами Маракаси и вы смотрите новый выпуск самых эпичных выстрелов на арте. Честно говоря, я не думал, что этот выпуск вообще когда-либо выйдет на моем канале. Потому как я не думал, что прошлый выпуск наберет столько лайков, а их было почти 4000. И это меня, честно говоря, сильно удивило. Я не думал, что столько фанатов у арты, при этом еще на моем канале. И поддержка у арты действительно внушительная. Честно говоря, мне кажется, что не стоит вообще трогать артиллерию, потому что все эти артоводы, они просто придут в офис варгейминга и разгромят его к чертям. Так что разработчикам стоит об этом подумать. Ну и давайте посмотрим, какие же выстрелы я нашел для вас. Этот весь выпуск сделан только из тех выстрелов, которые прислали вы мне, игроки, то есть простые. То есть обычно я заходил на вот реплей, сыскал там реплей, но на этот раз вы прислали мне все эти реплеи. Я подумал, что будет интереснее, если я буду использовать именно ваши реплеи, если, конечно, их будет хватать. И вы можете всегда мне прислать свой реплей, в котором нанесено там с одного выстрела не меньше 1500 урона. Какая уж философия у этой рубрики. С одной плюхи нужно наносить очень много урона. Не меньше 1500. Итак, 212А сводится на ВЗ-111, но в итоге снаряд отклонился от цели и попал совершенно в другой танк, в Тигр-1. И сваншотил его. Далее наш герой сводится на КТ. И противник едет там на всей своей скорости, хоть она и черепашия, но наш герой отлично по нему попадает и ваншотит неприятеля. Вот стоит смертоносная ПТ-САУ ФВ-215Б-183, которая и сама частенько любит ваншотить танки. Но тут получает она от арты нашей и отправляется с первой же плюхи в ангар. Я представляю, как горело у этого игрока на ФВ-шке. Только начал бой, думал, чтобы ваншоты будет сейчас раздавать. А нет, такого не произошло. Далее у нас самая точная арта, ну одна из самых точных, Объект-261, стреляет по Е5 и наносит ему 1815 урона. Это жесть какая-то. Игрок на Т-92 замечает Е100. Он был настолько уверен, что накажет сотку, что даже написал вот такое вот сообщение в чатик. И он действительно попал, правда, не уничтожил сотку, наверное, немного переоценил свои силы. А вот Е100 идет в атаку. Наверное, думал, что сейчас там протанкует, затащит, но не тут-то было. Одна плюха и Е100 в ангаре, так ничего и не сделав. И идем к следующему моменту. И тут у нас снова Т-92. Наверное, одна из самых веселых арт в плане именно огромного урона с плюхи. Посмотрите, бронированная ПТ-САУ Як-Панзер Е100. Но для Т-92 это не проблема. Но также еще один интересный выстрел в этом бою по АМХ-50Б. Противник нес со всей скорости там, но прямо в движении наш герой по нему попал. Нехило так. Также наш герой замечает еще одного врага в этом бою. Это ФВ-215 БПТ-шка. И посмотрите на этот разброс. Я не представляю, как игроку так везет, что он попадает в совершенно сложных условиях. Далее Т-92 попадает по Е5 и наносит 1804 дамага. Просто у меня горит. Я вот смотрю эти выстрелы и у меня горит. Хотя у меня даже игра сейчас не включена. Просто такие вот ощущения, что именно мой танк там в прицеле артовода. И ба-бах с одной плюхи он улетает в ангар вместе с моим Пуканом. Наверное, тот, кто не играет на арте, у него схожие ощущения от этого видео. Наверное, даже кто-то дизлайк поставит, скажет, а как это можно терпеть? У меня уже от этого видео горит очаг. Ну, действительно, это невыносимо. Посмотрите, какие выстрелы. 1600 урона с одной плюхи. А еще говорят, что арта не попадает и ее вообще там нужно апать. Ну, есть такое мнение у артоводов. Если ее еще апнешь, то она вообще будет разносить рандом, как было раньше, в принципе. 1700 почти что урона с плюхи. Что это мало? При этом бронебойным игрок стреляет. Попробуй бронебойным попасть. Там разброс на весь экран. А тут раз и как-то попадает. Ваншотит еще одного врага на объекте 430. Это нереально. Что нравится то, что вы увидели из-за того, что вы артовод, или просто из-за того, что данные выстрелы зацепили вас за живое, тогда не забудьте поставить лайк. Наберется 3000 лайков под этим видео, тогда следующий выпуск выйдет совсем скоро. И давайте посмотрим следующий выстрел на арте ГВ Тигр. Эта немецкая арта часто любит ваншотить танки. Например, такие как Т-34, который как специально не заставился на одном месте. Объект 261. Выцеливал тут врагов. Посмотрите, что там творится с прицелом. Вообще, что-то невероятное. Там, по-моему, вообще прострелить невозможно было. Но игрок как-то попадает по леопарду. И не просто попадает, а ваншотит врага с поджогом, правда. Посмотрите, что творит арта 7 уровня. Су-14-1. Стреляет по ПТ-САУ 10 уровня и наносит ей почти 1800 урона. Далее у нас снова арта Т-92 забирается на горочку француза АМХ-50-120. Наверное, я подумал, что сейчас свой барабан разрядит в кого-нибудь. Но быстренько он отправился в ангар с одной плюхи. Так ничего, в общем-то, и не сделав. А тут у нас что-то застоялось. Вражеская ПТ-шка. Объект 268. И вот ей застоял его тоже ваншот. И далее наш герой на М40 замечает Е50. Противник в наглую едет по мосту. И за это и получает плюху смачную. И опять это ваншот. Одна плюха, один противник в ангаре. Всё, наверное, честно, если вы играете на арте. Далее у нас Буратос стреляет по ИС-3. Я как-то помню давным-давно тоже на Буратосе играл. Но такое у меня было крайне редко. А тут раз и целый танк в ангаре ИС-3. И вот он, многострадальный Маус, который уже не знает, куда ему деваться. Ещё Маусоводы не перевелись у нас на Руси. Посмотрите, выстрел. И в борт вылетает. Какой урон. Сейчас посмотрим. Две двести восемь. О боже. Мне просто жаль этого Мауса. Далее Т-92 выцеливает. Тут ИС-7. Там стеночка. Только окно есть небольшое. И как-то арта попадает по семёрке через это окно. Это что-то нереальное. Далее у нас британская арта. Читерская. Конкверр Ганкеридж. Стреляет по ФВ-215Б. Но попадает совершенно по другому врагу, который вообще не светился на ИС-7. Вот это не повезло. Вот не стоит стоять рядом с каким-нибудь танком. Потому что могут целиться в него. А попадут в вас. Далее Объект 261. Стреляет по Е5. И с одной плюхи уничтожает врага с взрывом БК. Вы посмотрите, какой там взрыв. И нереально ещё подгорел пукан этого Е5. Долго он ещё это будет помнить. И также отличный выстрел на Т-92. У нас эта арта просто бьёт все рекорды. Стреляет игрок в начале боя по японцу. Тип-4 Хэви. И что происходит после этого? Взрыв БК эпичный. Осколки там всякие детальки. Японцы отлетели, наверное, очень далеко после этого. Отлетела также у него и башня. Т-92 выцеливает ИС-7. Это, кстати, тот же бой. То есть игрок подряд вот такие вот выстрелы делает. Что наводит меня на некоторые мысли. Не совсем радостные. Потому что я-то на арте не особо играю. Вернее, я сейчас вообще на ней не играю. Но смотря на эти выстрелы, может быть, меня это подтолкнёт тоже купить арту. Ладно, я шучу, конечно же. И посмотрите по семёрке. Какой урон дали игрок стреляет по ИС-7. Третий выстрел в этом бою. И что же происходит с семёркой? После этого куда-то делась её башня. Это второй взрыв ВК в этом бою. И ещё говорят, что арта не нагибает. И на этом всё, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Ну и, конечно же, не забудь поставить лайк. Для того, чтобы продолжение не заставило себя долго ждать. Ну и, кроме того, присылай свои реплеи. Если ты играешь на арте и раздаёшь отличные плюхи, не меньше 1500, то тогда присылай свои реплеи по ссылочке в описании. В специальное обсуждение моей группы ВКонтакте. Ну и желаю тебе удачи, друг. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok